Опыт раздачи продуктовых наборов для региона не новый. В прошлом году школьники из малообеспеченных семей уже получали сухпайки от операторов социального питания. Тогда родителям учеников наборы очень помогли. Такую меру поддержки для детей-льготников, которые сегодня из-за коронавирусной инфекции вынуждены проходить обучение дистанционно, сохранили и в этом учебном году. Предварительно была проведена большая работа, был составлен график, утвержденный директором. И сегодня в течение всего дня родители приходят по этому графику и могут получить набор. У кого если вдруг не получает попасть в график, значит мы ждем их в течение сегодняшнего рабочего дня до самого вечера, чтобы они могли все получить. Перечень продуктов, входящих в набор, определен операторами питания на основании СанПин. Однако окончательный состав продуктового набора определяет муниципалитет. В основном это крупы, макароны и соки. Туда же входят печенье и сладости. На каждый класс по графику собираются наборы. То есть вот сколько ребенок отсутствовал, какой класс, столько у него идет собрано. По количеству бесплатников. То есть если один человек, один набор соответственно. В лингвистической гимназии наборы выдают по всем правилам. Сейчас в учреждении в связи с непростой эпидемиологической обстановкой на карантин закрыто 15 классов. К льготной категории здесь относятся больше 200 человек. Родители получают наборы после приглашения из школы, где организована выдача по графику во избежание массового скопления людей. Домой к ученикам уже отправились 102 набора. Моя поддержка, это для нас, для многодетных очень большая помощь. Получили мы в одном классе, то есть у меня двое детей, обе были на удаленке. Одна за две недели, вторая получила за неделю. Все необходимые продукты, то есть гречка, рис, сок для детей. То есть очень много и все качественных продуктов. Всего в Ульяновске имеют право на получение продовольственного набора порядка 26 тысяч школьников. Гарантированно должны быть обеспечены наборами, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Остальные льготные категории определяются муниципальными образованиями самостоятельно. Относительно количества дней принято решение, что проднаборы будут выдаваться на 5 или 10 дней. Это зависит от того, какое количество дней тот или иной класс будет находиться на удаленном обучении. В настоящее время на дистанционное обучение в Ульяновской области переведен 291 класс. До каникул 13 муниципальных образований уже начали выдавать продуктовые наборы. Остальные муниципалитеты со следующей недели присоединятся к выдаче сухпайков.